МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваший дневной выпуск информационной программы Республика. В студии Юлия Важенина. Весна – сложное время года для коммунальщиков, служб жизнеобеспечения и дорожных рабочих. Все, что скрывал снежный покров, прежде предстает во всей неприглядности. Как не испортить людям весеннее настроение и не создать дополнительных сложностей, говорили на еженедельном совещании главы и правительства Республики. По данным Министерства дорожного хозяйства Республики, сегодня на яблочном ремонте задействованы 10 бригад и 22 единицы техники. В основном работы ведутся так называемым холодным способом, но кое-где применяется горячее асфальтирование, когда ямы на полотне заливаются расплавленным составом. Сегодня в столице Чувашии такой вид работы осуществляют всего 3 бригады. Мы, кроме этого, сегодня проводим закупку еще двух единиц спецтехники. Ориентировочно через 10 дней они прибудут в город Чебоксаре. Мы сформируем 5 бригад, но и объем выполняемых работ увеличим практически в 2 раза. Нужно отметить, что работы выполняются в том числе на улицах, в которых был произведен капитальный ремонт в прошлом, позапрошлых годах. Нужно сказать, что все это выполняется за счет подрядных организаций. Бюджетные средства на это затрачены не будут. По оценкам специалистов, с использованием всех существующих технологий предстоит отремонтировать 90 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Глава Чуваши еще раз обратил внимание профильных служб на необходимость выполнять работы не только в срок, но и качественно. Пока что нареканий в адрес подрядчиков хватает. На совещании обсудили вопросы подготовки к паводку и обеспечения безопасности на льду. Из-за устанавливающихся теплых погодно-климатических условий первые половины уже марта месяца этого года на водовом республике возросла угроза возникновения происшествий, связанных с риском провала людей и техники под лед. В связи с чем сейчас с органами местного управления прорабатываем уже все вопросы по минимизации этих несчастных случаев. Подключились СМИ, общественность и работа ведется. Первые уже примеры как бы негативных моментов в Привозском федеральном округе есть. Вчера только в Нижнем Новгороде двое детишек вышли на лед просто на пруду, провалились и, к сожалению, одного спасти не удалось. Что же касается собственной половодии, неблагоприятный сценарий возможен в 56 населенных пунктах. То есть пострадать могут 903 дома частного сектора, в которых проживают более 2000 человек. По словам руководителя Госкомитета по делам ГОО и ЧС, необходимые силы и технические средства готовы к работе в условиях паводка. Обсуждены вопросы взаимодействия с другими ведомствами. Толщина снежного покрова в этом году невелика. Пик паводка ожидают в первых числах апреля. Елена Гальперина, Рассель Мухаммедов, Республика. Очередь за Новочебоксарском. В городе спутники подвели итоги социально-экономического развития. Чем отличился муниципалитет и каких оценок заслужили местные власти, узнавал Дмитрий Ковалев. В фойе администрации города первых лиц региона встречала одаренная молодежь. Эти юные музыканты – настоящие виртуозы. Ребята часто выезжают с концертами в другие города и занимают прозовые места на фестивалях. А ученики этого кадетского класса уже начали готовить подарки ко Дню Победы. Сейчас ребята мастерят журавлей из бумаги, подделки крепят на специальные стенды. Уже весной их планируют собрать на выставке. Эту выставку не случайно назвали «Город для жизни». Самый молодой муниципалитет республики развивается успешно, отметил глава региона Михаил Игнатьев, открывая заседание. Буквально последние шесть месяцев, начиная с октября, столько здесь гостей побывало, достойно вы их встретили. Они по сей день выражают слова благодарности. Я хочу выразить вот на таком активе вам слова благодарности за ваш ответственный труд на благо горожан. В Новочебоксарске активно ремонтируют дороги и дворы, хотя раньше это была самая больная тема муниципалитета. Уже завершены работы по 40 адресам, но программу будут реализовывать и дальше. Необходимо задуматься и о замене остановочных павильонов. Здесь на помощь уже готовы прийти инвесторы. Своими финансами, наверное, мы не вытянем, но вот, наверное, благодаря вот таким предложениям, которые вы вносите, с точки зрения, например, установить за ваш счет остановку на дороге, я думаю, что мы воспользуемся этими предложениями. И еще часть там, где возможно с коммуникацией установить нестационарные торговые точки вместе с павильонами, наверное, мы пойдем по этому пути. Думаю, что в ближайшее время программа будет разработана. Сейчас Новочебоксарск активно вкладывает инвестиции в основной капитал, а заводы увеличивают в разы объемы отгруженной продукции. По этим показателям город даже занимает второе место среди других муниципалитетов. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг по обрабатывающим предприятиям за 2014 год составил 18 миллиардов рублей. Рост по сравнению с 2013 годом 101%. В городе сейчас зафиксированы самый низкий уровень безработицы. Такой результат вполне ожидаем. За последние годы в Новочебоксарске было открыто три новых завода. Эту стабильность необходимо сохранить, подытожил глава региона. По традиции на подобных встречах с активом города чествуют и его жителей. Героями этого дня вновь стали ветераны. Михаил Игнатьев вручил им юбилейные медали. Дмитрий Ковалев, Алена Алтухова и Расиль Мухаммедов. Республика. Рабочие профессии сейчас в почете. В опытных квалифицированных кадрах нуждаются крупные промышленные предприятия и малый бизнес. О том, где брать рабочую смену для легкой промышленности, говорили за круглым столом в Чебоксарском механико-технологическом техникуме. Здесь собрались представители учебных заведений, предприятий и органов государственной власти. Образ представителей рабочей специальности изменился. Никаких ассоциаций с заляпанными халатами и тяжелыми орудиями. Нуждаются в рабочих кадрах не только заводские конвейеры, но и высокотехнологичные производства. Почти 100% выпускников средних профессиональных образовательных учреждений находят работу по специальности. Проблем с трудоустройством не возникает. За последние три года возрастает доля выпускников девятого класса, которые выбирают свою будущую профессию через систему начального и среднего профессионального образования. Если позапрошлым году на 47% было, в прошлом году уже мы перешагнули за 50%, 52%, и в этом году уже ставим задачу 55%. Для чего это делается? Это опять-таки во имя наших детей, во имя выбора правильного, выбора будущей профессии. И, конечно же, для того, чтобы обеспечить социально-экономическое развитие нашей республики и удовлетворить высококвалифицированными рабочими кадрами. Однако важно удовлетворить не только количественные потребности, но и качественные. У Екатерины Егоровой свой бизнес по пошиву одежды. И она считает, что воспитать конкурентоспособных специалистов можно через их участие в различных выставках и конкурсах. Я сама, еще будучи студенткой, очень много разъезжала и по России, участвовала в разных конкурсах, что дало мне большой опыт, конечно. И вы поймите, что мастер именно в индивидуальном пошиве, это человек должен быть золотыми руками, очень квалифицированный. В 23-м училище такие специалисты есть, но хотелось бы еще и еще больше. Вот если человек, юный мастер, увидит на показе своими глазами волшебство, которое происходит, которое создается вручную, он поймет, насколько это замечательно иметь такую профессию. В Чувашии кадры для легкой промышленности готовят шесть профессиональных учреждений среднего образования и Чувашский государственный педагогический университет. Министр Владимир Иванов предложил в ВУЗу ввести ускоренную программу для тех, кто поступает к ним после окончания техникума или колледжа. Но будущих работодателей беспокоит повальное стремление студентов получить диплом о высшем образовании, причем не важно, в каком именно. Все наши школы мерят успех свой по количеству поступивших в ВУЗы. В школе практически не ведется разговор о том, что требуются работники среднего звена. То есть практически об этом, что не говорить, как бы мне ни говорили, все учителя настраивают на то, чтобы дети поступали в ВУЗы. Причем не важно, никто не заботится, кем они будут после этого ВУЗа. Мы все хотим красиво одеваться, питаться качественно, все ищут повара, допустим, в пунктах общепита, в ресторанах, где бы найти хорошего повара. Конечно, пока мы их не воспитаем или на это не будем внимательно смотреть и качественных специалистов, конечно, не будем готовить, изменить в лучшую сторону это очень сложно. Судя по заработной плате отдельных специалистов, можно сказать, что простой рабочий получает больше, чем менеджер среднего звена. Внимание, которое сегодня уделяется рабочим профессиям, дает свои плоды. И с большой долей вероятности можно предположить, постепенно мода на высшее образование уйдет в прошлое, оставив место квалифицированному рабочему. Анастасия Алексеева, Николай Яковлев, Республика. Нарушение правил дорожного движения, что повлекло смерть по неосторожности. По такой статье признан виновным начальник уголовного розыска одного из территориальных органов внутренних дел Пучуаши. ДТП произошло 15 февраля 2014 года в 7.30 утра в Чебоксарах на Канажском шоссе. Полицейский, следуя за рулем собственного автомобиля Митсубиши Лансер, без учета дорожных и метеорологических условий, в том числе гололеда, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Лада Приора, в который въехал еще один автомобиль Chevrolet Aveo. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 47-летняя пассажирка автомобиля Лада Приора. Виновному назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии поселения. Кроме того, он лишен права управления автомобилем на два года. Права потребителей в России защищают, конечно, круглый год. Однако 15 марта особенно. В этот день отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Каждый год определяется тематика этого дня. Подробнее Ольга Пырочкина. Возлюби салат и обезжиренный творог, как самого себя. Лада, возрадуйся сырой моркови во имя огурцов, капусты и святой минералки – кефир. Гласит шуточная молитва о здоровом питании и о том, что есть полезно, а что не очень, россияне знают хорошо. Только вот составлять рацион, основываясь на этих знаниях, не спешат. Еще раз напомнить, нехитрые правила решили в Роспотребнадзоре. «Сфокусируй свои права на здоровом питании» – так звучит девиз Дня защиты прав потребителей 2015. Еще пять лет назад в стране приняли серьезный документ под названием «Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации». Ее цель – обеспечение населения страны качественной сельхозпродукцией, рыбы и прочим продовольствием. Причем, невзирая ни на какие эмбарго. Показатели качества и безопасности продуктов по Чувашской Республике не превышают среднероссийские показатели, что позволяет сделать вывод об относительном санитарно-эпидемиологическом благополучии в области безопасности пищевых продуктов в Чувашской Республике. По физико-химическим показателям качества продукции исследована 2681 проба. Из них требованием технических документов не отвечали 98 проб, что составляет 3,6%. Хуже всего дела обстоят с рыбой и рыбными продукциями. 28% исследованных проб не соответствовали норме. На втором месте антирейтинга молочной продукты. 4% проб не прошли по содержанию белка, жира и растительных стеринов. На показатели фальсификации, то есть наличие в молочной продукции растительных жиров, не указанных производителем в составе продукции на этикетке, исследовано 464 пробы, не соответствовало 34 пробы. Из них только 2 пробы Чувашских производителей и 32 пробы молочной продукции производителей других регионов. Такие данные побуждают обратить внимание на лозунг «Покупай Чувашское, выбирай родное». Проверки на радиоактивность, тяжелые металлы, содержание токсинов и антибиотиков, опасных продуктов в республике не выявили. Кроме того, в 2014 году жители Чувашии меньше травили с алкоголем. Таких случаев зафиксировано 1065. Кстати, на качество и безопасность продукции влияет и срок годности. Тут, как говорят на государство, надейся, а сам не плашай. Жалобы на это и другие несоответствия принимают в Роспотребнадзоре. Ольга Пырычкина, Елизавета Зайцева, Николай Яковлев, Республика. Улыбка – один из самых простых, приятных и при этом бесценных подарков, которые люди могут дарить друг другу. Энергией улыбок заряжаются творческие личности всего мира. Известный чувашский художник Анатолий Данилов черпает вдохновение в солнечном свете, красивых цветах и улыбках добрых людей. «Под небом голубым» – именно так называется выставка, приуроченная к 60-летию известного живописца. В экспозиции представлено более 300 произведений живописи, выполненных в излюбленных жанрах художника, пейзажа и натюрморта. Я обычно пишу все то, что окружает людей в обыденной жизни. Порой они не замечают, но я пытаюсь раскрыть глаза людям, посмотреть, как мир красивый и какой мир прекрасный такой. Одна из характерных особенностей палитры художника – преобладание теплой гаммы красок, вызывающей ассоциации с солнечным светом и пылевыми цветами. Смотря на его картины, хочется тоже дальше развиваться, рисовать больше. Мне вот, например, самое хочется вместе с ними, с художниками, ходить на пленэр, в частности с Даниловым. Мне хочется больше узнать, как писать, как гармонировать и красиво делать картины. За годы работы на художественно-графическом факультете Анатолий Данилов научил видеть прекрасные сотни молодых людей. Среди учеников знаменитого художника есть и подающие большие надежды, и уже состоявшиеся мастера. Сегодняшние его работы, продолжающие нашу русскую традицию, русского пейзажа, конечно же, они привлекают особое внимание. Не только нашего художественного сообщества, но, конечно же, те, кто любит искусство, те, кто знает наше искусство в Чувашии. Художник пишет ведь сердцем, художник пишет своей душой, и у каждого по-своему оно бьется, по-своему видит душа этот мир. Вот Анатолий Васильевич, поэт, на мой взгляд, поэт, знаете, такого сдержанного, спокойного восприятия красоты нашего мира. Анатолий Данилов активно занимается выставочной и музейной работой. Он участник многих международных и всероссийских художественных форумов. За 30 лет им организовано 35 персональных выставок не только в Чувашии и России, но и в Германии, Венгрии и Финляндии. Созданы более 3000 произведений, которые находятся в экспозициях многих музеев и в частных собраниях коллекционеров России и зарубежья. Юлия Важенина, Расиль Мухаммедов, Республика. Проводить зиму и встретить долгожданную весну жители Чувашии решили по-спортивному. В прошедшие выходные состоялись республиканские лыжные соревнования на призы Единой России. В спортивной эстафете приняла участие и наша съемочная группа. Уже традиционно соревнования открылись вип-забегом с участием депутатов от фракции «Единая Россия». В свежепроложенную лыжню опробовали депутаты Госсовета Республики, Чебоксарского городского собрания депутатов и члены регионального политического совета партии. Поддержал единомышленников и председатель Госсовета Республики. Любой человек для себя должен найти время для занятий спортом. Потому что чем больше человек занимается физической нагрузкой, спортом, он больше сделает, больше будет работать и больше интересных мыслей у него в голове свежие появляются. Поэтому спортом надо дружить, заниматься и находить время. Участниками трех этапов эстафеты стали члены городских и районных отделений партии. Как оказалось, общие идеи связывают однопартийцев не только в рабочее время. Спорт всегда объединяет всех людей. И когда мы приходим, мы собираемся все вместе, это создает нам хорошее настроение. А ведь хорошее настроение – это здоровье. И когда люди улыбаются и бывают на субботу и воскресенье, и пускай на любой праздник вместе, это дает тот позитив единой команды. Один за всех, все за одного. Вот это самое главное. В нашей работе, в нашей дружбе и вообще в нашей жизни. Это, во-первых, пропаганда здорового образа жизни. Видя, как мы занимаемся спортом, укрепляем свое здоровье, к нам примыкают и остальные частные населения, которые раньше не были сторонниками Единой России. Поэтому я приветствую эти соревнования и нужно их проводить и дальше, и несколько раз в году. Несмотря на то, что победа не главная, борьба за призовые места разыгралась нешуточная. Заслуженное третье место заняла команда Ядринского отделения Единой России. Серебро досталось Янтиковскому району. Безоговорочным победителем стала команда Чебоксарского отделения партии. Все три команды получили дипломы, медали и ценные призы от регионального отделения партии. Дарина Игнатьева, Надежда Яковлева, Николай Яковлев, Республика. Старт дан. В Канаше состоялось открытие сразу двух масштабных проектов. Именно здесь объявили о начале благотворительного марафона именем детства во имя детства. И собрали талантливых детей со всей республики. Ребята участвуют в международном фестивале «Танец маленьких утят». Встретиться с юными звездочками сюда приехал и автор популярных песен Юрий Энтин. Мы теперь, ребята, и так прекрасно на свете жить. Они пока утят, но на пути к своей заветной мечте уже сделали шаг. Эти мальчишки и девчонки прошли по-настоящему серьезный отбор. Сначала у себя в школе, а потом и на республиканском фестивале. Теперь лучшие из лучших исполняют песни известного поэта Юрия Энтина. Перед концертом он лично провел мастер-классы для юных артистов. Мэтр, на стихах которого выросло не одно поколение, говорит, что этих ребят и действительно ждет большое будущее. Песни, которые я сам никогда в жизни не слышал, я сегодня их услышу. 25 новых песен. И я это отдал именно чувашским детям, потому что я их считаю лучшим аномальным явлением нашей страны. Аномальным в положительном смысле этого слова. Потому что в других регионах это бывает случайность, а здесь это закономерность. Сейчас известный поэт переводит на русский язык 100 лучших песен народов мира. Популярные в других странах хиты впервые прозвучат на великом и могучем. В Канаше презентовали первый том этого сборника. Выступил на концерте и сам Юрий Энтин. Слова этой песни знакомы каждому. Поэту подпевал весь зал. Премьера полного альбома лучших песен народов мира состоится уже летом на финальном этапе международного фестиваля. Участие в нем примут дети из разных регионов и стран. Готовятся к этому концерту. Многие начинают. Задолго. Чтобы сюда попасть нужно было очень много готовиться. Лично я пела, репетировала песню каждый день. Потом приезжала в Кана, чтобы спеться с дуэтом нон-стоп. Подобные проекты помогают Юрию Энтину раскрывать новые имена. В прошлом году мэтра покорила и юная певица из Комсомольского района Ксения Гришина. После выступления на престижном фестивале Чунга-Чанга девочки даже доверили исполнить главную роль в новом музыкальном спектакле «Легенда о русалочке». Его премьера состоится очень скоро. Я занимаюсь музыкой уже с 9 лет. Это получается 5 лет уже. Я думаю, этот фестиваль мне поможет стать оперной певицей. Стать оперной певицей – это моя мечта. Но для поддержки одаренных ребят и тех, кто просто нуждается в помощи взрослых, в Чувашии проводят благотворительные марафоны. Акция именем «Детство во имя детства» в республике стала уже традиционной. Наша республика не обладает большими запасами газа и нефти. У нас их нету, к сожалению, а может к счастью, потому что у нас есть наш родной народ Чувашии. Я всех призываю помочь и поддержать. И, Михаил Васильевич, с вашего разрешения даю команду Чувашия вперед. «Количество участников благотворительного марафона увеличивается с каждым разом. Только в прошлом году на призыв организаторов отозвались порядка 2000 предприятий и организаций. Все вместе могло собрать более 9 миллионов рублей. Побьют ли меценаты этот рекорд и во время нынешнего марафона станет известно уже летом». Деньги из копилки направляют для покупки медицинских препаратов, тренажеров, игрушек и даже на строительство детских площадок. Каждый год часть заработной платы на расчетный счет марафона перечисляют и местные власти. Свой вклад уже успел сделать и глава республики. «Те средства, которые вкладываются в благотворительные цели, они всегда окупаются. Благословление Всевышнего всегда будет. От мира, согласия, от этого благословения всегда хорошие, добрые дела творятся». Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика. Это все, что мы успели рассказать. Более подробно о событиях дня вечером в 20.00 в программе «Республика». Оставайтесь с нами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»